А сейчас мы перейдем к обсуждению, собственно, космологии. Значит, и первым делом надо рассказать о том, как устроена метрика четырехмерного пространства-времени, если учесть тот факт, что Вселенная расширяется. Значит, ответ почти очевиден. Нужно сказать, что метрика четырехмерного пространства, я буду работать с метрикой, у которой 1 плюс при временной координате и 3 минуса при пространственных координатах. Вот надо сказать, что метрика ds2 четырехмерного пространства это dt2 минус пространственная часть. Пространственная часть это метрика однородного изотропного пространства, гамма и g, tx и txg. Но еще нужно учесть тот факт, что Вселенная расширяется, что это пространство растягивается во все стороны. И это соответствует тому, что появляется масштабный фактор, а квадрата t. А это масштабный фактор, и его появление как раз обеспечивает то, что пространство растягивается во все стороны. Если замкнута космологическая модель, то гамма и g это метрика трехмерной сферы, и а это радиус этой трехмерной сферы, сфера увеличивается в своем размере по мере роста масштабного фактора. Вселенная растет в своем размере. Такой простой интерпретации для эвклидового пространства конечно нет, но интерпретация такая, что с ростом масштабного фактора, с течением времени пространство во все стороны вот так растягивается, оставаясь однородным эвклидовым. Значит, гамма и g, это для нас будет метрика единичной сферы или гиперболоида, или в случае плоского пространства k по равной 0, гамма и g это просто дельта и g. Так, а в случае нетривиальной геометрии, это метрика единичной сферы или единичный гиперболоида. Значит, ну с этой метрикой связана величина, вполне физическая, измеримая. Называется она параметром Хаббла. h от t равная a с точкой на a, вычленный момент времени t, важнейшая характеристика расширяющейся вселенной, параметром Хаббла. Значит, должен сразу подчеркнуть, что в такой вселенной, конечно, есть выделенная система отсчета, значит, та система отсчета, в которой метрика имеет вот такую форму, значит. Эта метрика не инвариата относительно лоранцевых преобразований, поэтому есть выделенная система отсчета. Значит, ну в реальности, в физике, это, в настоящей системе, система отсчета, например, связана с реликвилом микроволновым излучением. В этом, именно в этой системе отсчета, электрометроволновое излучение имеет точностью, в точности тепловой спектр, а в любой другой системе отсчета будет виден эффект Доплера, например, в реликвилом излучении, что и имеется для земли. Земля не находится, строго говоря, в этой системе отсчета. Движется относительно этой системы отсчета, ну, в раз не очень высокой скорости. Хорошо. Значит, теперь, чем такая система отсчета, чем такие координаты Х полезны? Полезно понимать, что это, конечно, координаты нумерующей точки пространства. И расстояние ДХ и К – это координатное расстояние. Физические расстояния связаны с координатными расстояниями с помощью масштабного фактора. Значит, ДХ большое – это есть АТ на ДХ маленькое. То есть, если у вас точка находится при фиксированном значении координаты Х маленькая и в нескольких точках, то расстояние между ними физическое увеличивается. Почему такие запутствующие координаты важны? Они важны потому, что, если мы посадим физическую точку в галактику, посадим в точку с координатами Х и ИТ, и относительно этой системы координат начальной скорости этой галактики равна нулю, то она там и будет сидеть. Значит, почти очевидное утверждение, но, как всякое утверждение, требуется доказывать это утверждение. Как это доказать? Доказать просто. Чтобы в этом убедиться, надо убедиться, что мировая линия Х и И равняется константа. Это мировая линия, на которой может сидеть свободная частица, не взаимодействующая с другими. Что это значит? Значит, что эта мировая линия должна удовлетворять уравнение геодезическое. Ну, давайте напишем уравнение геодезическое. Вводим скорости.